Сегодня в Старом Осколе, как и по всей России, начались трехдневные выборы. Жителям Белгородской области предстоит избрать не только депутатов Госдумы, но и высшее должностное лицо региона. На многих избирательных участках Старого Оскола уже к моменту открытия выстроились целые очереди. По данным избиркома Белгородской области, на три часа дня проголосовали 14,13% избирателей региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В основном отнеслись с пониманием и разрешили задержаться. Сегодня рабочий день, поэтому надо пораньше, чтобы успеть на работу. Отпросились, пораньше, чтобы проголосовать. Я решила сделать это в числе первых работников. Мне предоставили эту возможность руководство. Я с удовольствием воспользовалась. Трехдневные выборы лучше, потому что у людей бывают проблемы. Очень хорошо, что не было дня тишины, я так считаю. Я постсоветский человек. Ни одни выборы я не пропустила. Елена Самова тоже не пропускает таких событий. Идею с трехдневным голосованием считает неплохой. Всегда хожу на выборы, да. Может быть, для кого-то и удобно, кто по смене может работать. Согранно проголосовали. Потому что дальше будет занято. В воскресенье у нас концерты на избирательных участках. Мы работаем в музыкальной школе, поэтому у нас там мероприятия. Если для большинства избирателей трехдневные выборы скорее благо, работа у членов избирательных комиссий и наблюдателей наоборот прибавилась. Но утреннему ажиотажу Елена Деева не удивлена. На своем участке председательствует много лет и говорит, что заводчане, которые в основном и голосуют здесь, всегда активны. И в отличие от других микрорайонов Юго-Запада, молодежи приходит много. Открепительные удостоверения из почти 1800 избирателей этого участка взяли не более 30 человек. Проголосовать на дому на сегодняшний день захотели 28 староскольцев. Активный электорат. И можно сказать, что они участвуют у нас практически каждые выборы в утренние часы обед с такой явкой. В воскресенье явка, я так думаю, что будет тоже активная. Субботу сейчас затрудняюсь сказать. Пиковые часы обычно бывают с 8 до 10 утра. Обеденные часы можно считать с 11 до 2. Явка на нашем участке бывает от 40% до 60%. Многие пенсионеры выходили мы по домам, приглашали. И этот раз они говорят, что мы придем в воскресенье голосовать. К наплыву избирателей в воскресенье установят еще один ящик для бюллетеней. Голоса начнут подсчитывать 19 сентября после 8 вечера.